Еженедельное оперативное совещание состоялось в администрации района. Главы городских поселений, руководители организации, предприятия подвели итоги минувшей недели и поделились планами на будущее. Оперативная обстановка на территории района остается стабильной, а количество преступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижается. Одно из громких дел задержания в поселке Октябрьском гражданина Молдовы, который неоднократно совершал разбойные нападения на торговые точки. Им в поселке Октябрьский, начиная с декабря месяца и по февраль текущего года, было совершено пять разбойных нападений. Под угрозой ножа он заходил в одиноко стоящие палатки, где кроме продавщицы никого нет, и требовал выручку. Значительный рост возгораний в жилом секторе фиксируют пожарные. Так из-за неосторожного обращения с огнем, 5 февраля в поселке Октябрьском в доме номер 7 по улице Комсомольской из-за халатности взрослых едва не погиб ребенок. Предположительно, дедушка закурил в постели, ну и в результате произошло загорание постельных принадлежностей. Дедушка с бабушкой благополучно вышли, а ребенка забыли в квартире. Пожарными подразделениями ребенок был найден, вынесен на свежий воздух. Бригадой скорой помощи ему была оказана первая помощь, и был он доставлен в реанимационное отделение, но сейчас, в общем-то, уже его здоровью ничего не угрожает. О проблемах с недостаточным освещением городских улиц рассказал начальник управления по работе с территориями Павел Красноруцкий. Большинство жалоб от населения поступало на неработающие фонари в районе детской поликлиники 12-й школы. Из 10 возможных фонарей горит только один, а там, на самом деле, очень большое количество людей ходит и в поликлинику детскую, и в школу 12-ю. Неудовлетворительной, по мнению руководства района и города, остается ситуация с уборкой и содержанием дорог. Я сегодня еду по Октябрьскому проспекту, у нас намеков нет на бордюры, мы сегодня рассказываем, что мы убираем. Завтра оттепель, которая была буквально на прошлой неделе, и по щиколотку в снеге, жители месили на тротуарах этот снег. По мнению главы Люберецкого района и города Люберца Владимира Ружицкого, коммунальщикам необходимо обратить внимание на положительный опыт борьбы со снегопадом в других городах Подмосковья. Перенимать его дорожники отправятся в Раменский район и город Химки. Юлия Иванова, Дмитрий Циркунов, Люберецкое районное телевидение.